здравствуйте вы на канале идеи от татьяны сегодня хочу вам рассказать что произошло с орхидеями которые я купила и они простояли у меня неделю на карантине что с ними делать как обходиться с орхидеями которые мы купили только из магазина принесли и которые вы стояли неделю на карантине от других орхидеи посмотрите эти орхидеи это одна из них такая красавица желтенькая желтенькая вам скажу вот я поставила вместе страдинсканцы и видно с нее залезла гусеничка и съела кусочки орхидеи в этом месте где она прислонялась где-то еще один цветочки видео съела гусеничка вот надо было тоже протравить октарой это растение я смотрю на вид такой красивая пышненько зачем зря его поливать а гусеница не дремлет итак начнем разговор об орхидеях они стояли у меня на такой стоечке с другими цветами выдерживали карантин от других орхидей света им достаточно так напротив у меня стоит аквариум с подсветкой рыбки плавают и орхидеям хватало света здесь окно с кухонного кухонная освещается из этой комнаты немножко тоже свет сейчас рассмотрим подробно каждую из орхидей смотрите вот это орхидейка как себя чувствовать что с ней произошло корневая нормальная на самом стволике черноты не появилась листик не растет листики тверденькие вот какая-то пимочка черненькая и вот это буду следить я пока ничего и делать не буду цветонос 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 более-менее нормальный цветочки не сбрасывает бутончиков новых нет вот он сбросил засушил один бутончик но все-таки перемена места другое освещение все по-другому этот цветок орхидей я не буду пересаживать красивый пускай немножко под цветет только начинают что-то какие-то изменения я увижу с ним буду сразу принимать меры корневая тоже хорошая полив будет вот в этот поддончик я ставлю набью туда водички и все сверху поливать не надо вторая орхидейка смотрите вот такая красавица вот но они к сожалению без названия точного названия на горшке не пробита обе видите это было с поломанным цветочком но так и продолжает расти он даже тверденький нигде не засушил почки начали распускаться вот которые были в почках вот видите как красиво распускается замечательно мне так нравится когда они распускаются бабочки так смотрим листики листики тургор не потеряли тут было повреждение механическое так она осталась и ничего делать не буду на сухое вот мне что не понравилось немножко что-то тоже либо повреждение либо кто-то подъел да еще проследить а чтобы посмотреть кто-то живет в ней или нет я проделала следующее вот я положила кусочек яблочко сейчас достану правда надо было пинцетом ну ладно она сгнила надо было раньше неделю простояло и я ничего не поняла никакого результата ползает там кто-то или не ползает сейчас попробую увеличить неделю это много день-два и выползают обычно вредители а я его передержала ну ничего поэкспериментируем еще раз ну орхидейка ничего плохого не показала черноты нигде не вышло ничего и цветы начали распускаться дальше вот эти один бутончик засох но это ничего страшного наверное либо время пришло либо не обрывается пусть повисит сам оборвется и третья орхидейка вот желтенькая то что гусеничка покусала очень красивая орхидейка тоже держится все в нее в порядке стволик смотрите на корне что-то здесь черненькое что-то то ли она к палочке преклонялась и почернела непонятно то ли какая-то болезнь я буду за ней следить и так никаких не вижу черноты вот тут тоже что-то на корне немножко мне не нравится еще надо будет проследить этот уже пересаживать не буду а вот это орхидейка четвертая это было как каменная роза только бабочка смотрите возле цветоноса пожелтела черное пятнышко корней у нее много были еще сухие такие воздушные корни я их срезала цветонос засох цветы завяли значит ей что-то не нравится эту орхидейку я сегодня пересажу надо посмотреть что там с внутренними корнями она не должна так резко пропадать видите те три все в порядке а у этой вот желтизна появилась сейчас мы над ней немного поработаем для этого я возьму поднос вот я поставила на поднос орхидейку и будем вынимать ее из горшка если вы купили орхидейку в таком состоянии надо посмотреть болтается оно в горшке или не болтается и что с корнями посмотрите внутри горшочка корней оказалось мало вот этот торфяной стаканчик он очень влажный его нужно обязательно сразу убирать из-за него начинают пропадать корневая система и шейка сразу так как он находится внутри поближе к шейке его нужно убрать первым делом корни желтые внутри из-за того что не было света доступа сейчас этот горшочек я уберу и пересадим нашу орхидейку обрезать здесь нечего ну чуть-чуть вот этот маленький корешочек ну сейчас для начала уберем торфяной стаканчик как его убрать его нужно разломать вот так вот и потихонечку убирать бывает губку ставят бывают всякие разновидности вот видите это именно торф да ну на еще не успела до конца пропасть серединка шейка не почернела я еще во время ее купила видите вот этот корешок плохой вот этот один срезать надо будет вот этот срезать убираем крепление для цветоноса но нам не надо но прикреплено цветонос прикреплен такими щипчиками их можно помыть и пользоваться на другие орхидейки палочка тоже плесенью покрыта магазине еще начало портится сейчас режу цветонос так как он подсох полностью и пошла желтизна на листочке его обрежу основание он сухой полностью то есть нечего было ждать от этого цветоноса выбросим теперь обрежу немного корневую систему я много не буду обрезать немного обрежу так вот здесь болтается не нравится мне вот этот кусочек срежу шейку немножко срежу на черное с вот этим кусочком корней но они видите вот здесь в основании мокнущие тут они зелененькие ну если оно основание почернело зачем такое держать смотрите сухое где срезала срез сухой здесь все мокнущие подсохло а здесь зеленое конечно жалко ну зачем им лишнее она нарастит новые корешки еще кусочек можно срезать вот этот вот этот сухой обрезать нужно он видите сам уже расползается хотела обрезать потянула немножечко легонько и он сам отпал так корни еще совсем не пропали до такой кондиции что уже кричать караул все у нее еще будет хорошо от орхидеки но с ней надо проделать некоторые действия этот листик начал желтеть видите либо он сильно старый ну он вялый тоже либо мне не нравится что он желтеет от серединки если бы он желтел с края то это нормально когда от серединки это уже началась гниль ну гниль я вам показала как раз кусочек вот эту шейку я обрезала кончик вот этой была гниль можно снять его конечно но я его оставлю на следующий раз и вот в этом месте мне не понравилось сейчас я с ней проделаю такое действие это все я выброшу эта кора мне не нужна вот эту орхидеку сегодня я сажать не буду а сделаю другое смотри беру кашпо на дне кашпо немножко воды немножко совсем немножко вот столько и сюда в эту воду возьму препарат HB101 капну одну капельку и помещу свою орхидею корневая шейка подсохнет а концы орхидеи будут питаться этим препаратом и так оставлю ее на сутки пока она стоит у меня в таком растворе а завтра будем пересаживать спасибо всем за внимание ждите продолжения оставайтесь вместе со мной подписывайтесь на мой канал до свидания что будет с этой орхидейкой дальше я все покажу и расскажу это каменная роза бабочка до свидания ой Продолжение следует... Продолжение следует...